Праздничные салюты отгремели, но поздравления не закончились. В Гродно чествовали ветераны Великой Отечественной войны Николая Демьяновича Соколова. В 1944 году в 17 лет ушел в армию и поступил в снайперскую школу. В это же время его родной брат участвовал в боевых действиях под Берлином в составе 28-й армии. Николай Демьянович добился перевода к нему, но войска догнать уже не успел. Под конец войны был курсантом 6-го отдельного полка стрелковой снайперской подготовки ПВО. Я жил в деревне. А деревню сожгли, мы в лесу жили. Служил и в Германии. Много служил там. Потому что там подбирали, если хорошо ведешь себя, то без зережи. И отбор особенный был, и требования особые были, правда? Да, и требования все. Ветеран в армии прослужил до 73-го года, уволился в звании майора. Награжден медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, за воинскую доблесть. Отрадно то, что он проходил службу в 28-й армии Белорусского военного округа, которая дисфрацировалась потом уже именно в городе Гродно. Заканчивал он свою службу в подразделениях связей, с которых начинал. Та закалка, которая родилась в годы Великой Отечественной войны, в годы становления нашей страны, строительства, создания вооруженных сил, она и сейчас у него есть и передается дальше последующим поколениям. В Гродно, пожалуй, не осталось ни одного ветерана, которого бы не навестили представители общественных объединений, школьники, студенты и представители власти города и области накануне Дня Победы. Но марафон «Честование героев» продолжается. И в эти дни эстафету переняли предприятия и организации. Поздравлять ветеранов продолжает и Валентин Бойко, член Совета Республики Национального Собрания Беларуси седьмого созыва от Гродненской области. Низкий поклон этим людям, долгих лет им жизни. К сожалению, в Гродненской области, вот сейчас с военкомом мы разговаривали, где-то 98 ветеранов всего осталось. В 2015 году их было более 700. То есть, безусловно, это поколение уходит, но память о том подвиге, который они совершили, остается и останется, я в этом убежден. На долгие-долгие годы и поколение должно остаться в сердцах и существования настоящего поколения, и будущих поколений всех людей, живущих в нашей стране.